На чернозёмном предприятии МЭС-центра работает немало высококлассных специалистов, которые всю свою жизнь посвятили энергетике. И среди них есть те, кто не только сам влюблён в свою работу, но и приобщает к ней своих родных. Лучший пример тому – Хохлов Пётр Иванович, который 40 лет проработал в энергетике. Свою любовь к профессии он передал детям, брату и его детям. Сейчас уже растут внуки, и кто знает, может быть, и они пойдут по дедушкиным стопам. Начал работу электромонтёром. Отработал 5 лет. И с одним человеком встретились, замдиректора он был, предприятие областного, электрических сетей. Я ему предлагаю, говорю, хочешь к нам? У нас была вакансия, мастера нам нужна была. Хочешь, переходи к нам на работу? Он посмотрел на меня так. Он говорит, может, ты к нам перейдёшь на работу в энергетику? Я её так называю – большую энергетику. Я говорю, ну я не знаю, надо подумать. А ты к нам приезжай. Вот я с 80-го года практически возглавил службу линий в этом предприятии. И вот по сегодняшний день практически занимаюсь обслуживанием линий электропередачи. Большая энергетика в моём понятии – это как большая любовь. Вот она один раз и навсегда. Неудивительно, что за Петром Ивановичем в энергетику потянулись его близкие родственники. Сначала младший брат вернулся из армии, затем дети у обоих подросли. И сейчас младший сын Петра Ивановича Сергей трудится вместе с отцом. На вопрос, что сказал отец, чтобы сын стал энергетиком, Сергей улыбнулся и процитировал. Иди и работай на энергетика. Да нет, если серьёзно, я даже не могу такого, чтобы вспомнить прям. Просто с самого детства так как-то повелось, что он меня и на работу таскал, он в смысле с собой брал и показывал, что происходит. Ну и всё-таки, наверное, мальчишество – это, наверное, такое, что интересно вообще техническое направление. Ну тогда это всё казалось таким, знаете, как ребёнка привезти куда-то в парк аттракционов. Для него это, в смысле, кажется каким-то таким необъятным и заоблачным. Ну это, в принципе, так и было, в смысле, что поражали именно все эти объёмы и масштабы. В смысле, сюда нельзя, ещё же вот это самое главное, туда не вздумать, сюда не вздумать, сюда приближаться нельзя, здесь тоже не вздумать что-либо, коснуться. А когда это всё уже сталкиваешься с этим как с повседневным, да, это уже не кажется таким уж чуждым. Ну это как-то… Сергей закончил МЭИ, проработал 7 лет в МЭС-центре в Москве, а потом вернулся в старший когда-то родным старый Оскол. И теперь работает вместе с отцом, который даёт высокую оценку своему сыну. Как инженер, он толковый инженер. И у него большое будущее в энергетике, если, конечно, он останется. Ну, я надеюсь, что это так. Не как отец оцениваю сына, а именно как специалиста. Потому что, ну, он настоящий инженер. Брат главы династии Василий Иванович тоже нашёл своё призвание в службе линии. Есть такая вот, как говорится, зависть, что ли. Например, тот же компьютерчик. Вот они сидели, пришли на работу, поковырялись. Отвёрточка вот такая маленькая. Посидел, поковырялся, повернулся и пошёл. В тепле. В тепле, да. Иногда посмотришь, ну это, конечно, нам тоже бы так бы. Ну, у нас, извините, это… Ну, это опять же, это всё временно. И тут же, по Зайцаму, тут же командировка. Нет, лучше командировку, что сидеть даже здесь в тепле нежелательно. И все вот у нас, все монтёры, это у всех вот так. Никто не верит. Все лучше в поле, лучше там работать, лучше там. Но, хотя там бывает по-всякому. И грязь по поясу, и снег по поясу, и на ветру, на верху, на опорах. И друг за другом всегда умение работать. И как-то, потому что энергетика. Тут один не справится, тут всегда товарищеское плечо должно чувствоваться рядом. Ну, и поэтому как-то я же говорю, вот это, что коллектив очень дружный, живём дружно, потому что и кушаем с одной чашки, и варим в одной кастрюле. И всё это у нас всё вместе, и неделями живём все вместе, и поэтому я же говорю, вот это товарищеское плечо, дружба. Ну, вот это, наверное. А теперь энергетиком стал и сын Василия Ивановича Анатолий. Ты как, с армией пришёл там, полгода поработал там, потом пришёл сюда, втянулся, так и остался. Что делаешь? Абсолютно всё. Что связано с линиями, это всё. То есть, выбираем ДКР, и лазим, и меняем изоляторы, и провода тянем, визируем. Ну, всё-всё-всё. В династии Хохловых никто не жалеет о том, что выбрал энергетику делом своей жизни. Безусловно, есть свои сложности в работе службы линий. Но, как отмечают наши герои, сейчас стало работать намного проще. После напряжённого трудового дня членов семьи объединяет страсть к рыбалке и охоте. А у главы семьи есть ещё одна страсть – своё хозяйство. В клетках у Петра Ивановича живут павлины. И ещё фазаны разных пород. Есть и сад, где высажено 67 деревьев. Дом, дерево, сын. Эту мужскую программу Пётр Хохлов не просто выполнил, а перевыполнил. Не случайно, что рядом с ним живёт необыкновенная хранительница семейного очага – Людмила Михайловна. Которая поддерживает супругу во всех начинаниях и которая хоть и не является энергетиком по профессии, но по сути она тоже в энергии. Всегда гостям, дом открыт. Чем больше энергетиков, и вообще, чем больше гостей, тем лучше. Вот такие настоящие мужчины работают на чернозёмном предприятии, который каждый день выполняет свою работу, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение потребителей. Но за этими простыми действиями стоит истинная страсть – любовь к энергетике. Ну, без энергетики жизни нет. В энергетике всё. Вот, ну, хоть куда вы коснитесь, в любую сферу, везде нужно электричество. Без электричества ничего. Ну, у энергетики всегда есть будущее. Хотя вот в любых других специальностях тоже можно работать, по любой другой специальности. Ну, в энергетике, я считаю, самое интересное. Да, служба линий, вот как здесь вот я практически, в 1975 году начал манчёром работать, она самая тяжёлая, она самая опасная. Ну, зато она делает, ну, настоящих мужчин. Здесь не может быть предательства. Здесь все, все настоящие. Да, тяжело, да, опасно, но на то и интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова